Фронтовое, холмовка, пироговка. И то есть, когда люди уже сюда доезжают, до Верхнесадова, они просто впихиваются в этот транспорт. То есть мест практически нет? Он переполненный. Есть график движения, вот там даже вот расклеено. Мы ждем по час 40, по час 15. Почему нельзя в час клик сделать 30 минут график движения, а в такой, так через 40 минут, самое меньше. И такая транспортная ситуация уже на протяжении нескольких лет. Все это время жильцы пытаются найти общий язык с компанией-перевозчиком. Даже предлагали свои варианты расписания. По словам недовольных жильцов, сейчас первый выезд на маршрут начинается в 8.45 утра. Без личного транспорта попасть в Севастополь утром практически невозможно. Этот фактор серьезно сказывается на жизни сельчан. Люди спешат на Северную или в другие места работы к 8 часам. Поэтому, естественно, не успевают. Даже те, кто к 9. И вопрос начала движения, конечно, стоит очень остро. Но здесь самое главное, вы же понимаете, чтобы доступность объектов социальной инфраструктуры, также комфортное проживание было доступно для всех жителей. Включая и сельские районы. Как можно в кратчайшие сроки решить этот вопрос, фронтовики обсуждали с представителями управления транспортной инфраструктуры Департамента городского хозяйства правительства Севастополя. Общественники настаивают. Первый рейс должен выезжать на несколько часов раньше. Сложности появляются из-за различных нужд жителей села. Каждая из групп предлагает свой график работы транспорта. Остановиться на конкретном варианте пока не удалось. Но настоящая беда сельчан находится не в центре Верхнесадового, а на его окраине. На улице Семеренко. Здесь с маршрутным транспортом сложилась особая ситуация. Мы решили проверить, каково это быть жителем улицы Семеренко и преодолеть всю дистанцию пешком. Сразу понятная задачка будет не из простых. Впереди еще около 4 километров пути. Соединены два района вот этой дорогой. Путешествовать по ней не просто трудно, но порой еще и опасно. Мало того, что общественный транспорт ходит редко, так еще и зимой гололедится дает о себе знать. Раньше на этой территории располагался совхоз. Жители работали на заводе неподалеку. В наше время здесь почти не встретить молодежь. В основном пенсионеры. Сама улица тоже небольшая. Всего пару десятков домов. В город отправляются за покупками, либо по личным делам. Как результат, пассажирский поток мал и нерегулярен. И это в заключительные дни курортного сезона. Зачастую от одной точки в другую отправляются пару человек за раз. Как говорит сам перевозчик, дело это убыточное, а значит новых маршрутов здесь не будет. Выходит, что и у жильцов не всегда получается вовремя поймать общественный транспорт. И мотивацию предпринимателя запускать новые рейсы нет. Невыгодно. Выхода из этого положения, кроме как определения, ну, наверное, удобного для людей времени, а универсальное время, как мы слышим, найти невозможно. Поэтому, видимо, будет пока сейчас действующая ситуация, которая уже решена частично. По крайней мере, здесь никогда не было общественного транспорта. Сейчас уже трижды или четырежды раз в день сюда заходит автобус. В качестве временной меры фронтовики предложили жителям улицы объединить усилия и арендовать транспорт, который мог бы возить их до центра села. Кирилл Попов, Дмитрий Фомин, Андрей Беженцев, Севен, Форумбюро, село Верхнесадовое.